По опросам канала Fox News 64% американцев считают Россию врагом своей страны. Это отлично, как всякая взаимность, потому что по опросам Левада Центра 72% россиян считают главным врагом США. Разница обусловлена не тем, что у нас больше верят пропаганде, но тем, что считать США главным врагом все-таки приятнее, чем Россию. Штаты крупнее, хотя и меньше. Я обрадовался этому результату потому, что у нас с Америкой существует два формата отношений – уважительная вражда и презрительная дружба. От презрительной дружбы бывают окорочка Буша, заглядывание другого Буша в честные глаза Путина, а в конце концов расширение НАТО на восток. От уважительной вражды бывает гонка вооружений, утонченный шпионаж, бурное развитие науки и культуры на этой почве, конкуренция и в итоге перестройка. Как хотите, вторая парадигма мне нравится больше, она более перспективная. Все это подтвердилось после смерти Збигнева-Бзежинского, которого проводили ужасно уважительно, гораздо уважительнее, чем обычно провожают друзей. Мы, как и Америка, друзей не больно-то уважаем. Мы видим в них прежде всего корость. А вот враги – это ребята достойные. Мы не ценим состояние дружбы, поскольку видим в нем признак слабости, либо покровительства, а вот люто ненавидеть и чтить достойного противника – это мы завсегда пожалуйста. Дружит Россия только с теми, кого может похлопывать. Например, с Саталой Науру. А вот Штаты во врагах – это серьезно. Это придает нам масштаба. И хотя мало кто говорит о России и русских такие жесткие слова, как джижинский, что-то на него не вбешает ярлык русофоба. Я хорошо помню, как в 1982 году, приехавший в пансионат лектор общества знания, назвал джижинского сукиным сыном, но сказано это было примерно с той же интонации, с какой Пушкин приговаривал, закончив сочинение Годунова, бия в ладоши. Айда Пушкин, айда сукин сын. Друзей мы не любим, не наша это. Пусть дружат всякие мелкие типа Грузии с Украиной, сверхдержаве положено иметь не друзей, а интересы. Союзников у нас, как известно, два – армия и флот. Но сейчас положим нефть и газ. Сами мы никого не любим и хотим, чтобы нас все боялись. А если 64% американцев объявили нас врагами, значит зауважали. Поняли, наконец, кто может превратить их в радиоактивный пепел? А то, что это такое? Мы их еженедельно испепеляем взглядом Дмитрия Киселева, а эти обамцы не замечают. Теперь, наконец, заметили. Не случайно именно в разгар перестройки у нас главным хитом стала песня «Гудбай, Америка». Пора Бутусову писать новую «Хелло, Америка». Дмитрий Быков. Редактор субтитров А.Семкин